Милости будет мне грешным, создавая меня Господи, помилуй меня. И счастливая себя грешим, Господи, простимя грешным, помилуй меня. Воскресенье приспособляйте. Да, и спокойно. Я предупреждал неоднократно, что если не будет две проповеди, я выйду на проповеди. Меня никто не запрещал, не отпущал, я просто отошел. Вот сегодня нет брата Виктора, и Златоуст лежит просчитать. Минимум 10 мужей, умеющих считать, могли это сделать. Просчитать две проповеди Ана Златоуста. Их нету. Считать проповедь может и сестра, не добавляя ни слова, если нет братьев. Полное молчание. Антракт молчания. И он продлится, может быть, месяц или больше. Я сказал, если этого не будет, я снова выйду на проповедь. До этого я выходил только в дальних сторонах. В Америке, в Португалии, в Германии, во Франции, в Грузии, в Москве. Где приходилось бывать. Сегодня тот момент. Поэтому кратко скажу две проповеди. Ветхий завет никто не отменял. Он является для нас нянькой, которая приводит к совершенству. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Иисус Христос говорит, исследуйте Писания. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют. А мне. Когда Господь говорил, не было ни Евангелия, ни посланий, ни откровений. Ничего не было. И следуйте Писание. Это Ветхий завет. Закон Моисея. Пророки и псалмы. И воскресший Христос, мы считаем, Евангелие от Луки, стал им доказывать, согласно закону, пяти книжей Моисея, пророков, Тора и Танахи, и псалмы. Нужно доказывать. Все, что там было в Ветхом завете, не только то доброе, чему можно подражать, а чего надо страшиться. Это было написано для нас. И апостол Павел перечисляет подобные трагические моменты у богоизбранного народа израильского. Одно за другим. И говорит, это были образы для нас. Они погибли, они уже там горят. А это образы для нас, достигших последних веков, в то время, когда он жил. Чтобы мы не были походливы на злое. Историю нужно знать. Кто не хочет знать историю, он повторяет те же самые ошибки. Учиться надо у старых положительным. Как они терпели. Для них, сегодня пишут об этом, не было слова «болею» или «недомогаю». У нас одно слово было «надо». «Надо» и больше ничего не знаем. Мы здесь на полях убирали. Четырехклассная школа была. Я не помню, второй, третий класс был или первый. Поля освобождали от сорняков. Вручную. А сот режет руки, кровь течет. Никто не спрашивает, ни руками с ничего нет. Меня почему-то учительница держала вот за себя. Мы то ли привыкшие были к этому, там пример ставили. Ну, такая работа-то и грязная, и пыльная, и кровавая. А делали. И никому не жаловались. Никакая власть не говорила, да как это поступили с детьми, да. Этого не было. Мы извлекли уроки. Сегодня одну из северных народов женщину представляет на соискание Нобелевской премии. Она не вышла замуж, но она стала подбирать детей и заботиться о них. Учить самому хорошему, построить храм, православное при том. И она говорит, я у матери была нелюбимая. Ребятишек было много. И я когда за ней шла, она с детьми разговаривает, она меня внимания не обращает. Я падала, плакала и снова догоняла. Как мне это помогло стать той, кем я стала? Не успеет, что-то еще чуть-чуть заболело, лег ребенок. Забудьте про это. Вы готовите им скорбный путь. Не потворствуйте греху. Все, что в мире совершается, для нашей пользы. Это были образы для нас. И Павел перечисляет. Вот образы. Как совратились юноши. Юность походливая. Ее ничем не убедишь. Вдумал идти на танцплощадку, пошел. А это не полезно. Разные там диджеры, как только они называют их. Чем они там занимаются? Раньше были классы отдельные для девочек, отдельные для мальчиков. Еще в советское время. Сегодня все вместе. Он что попало делает? Учительницы выходят. Только зашел. Встал в угол, стоит рядом. Побился об заклад. Седьмой класс. Она будет идти, я в это время быстренько поднырну, под подвол к ней загляну. И все это показывает. Чего она может научиться? Они даже на одной улице не были, эти школы. А сегодня школа, училища разврата. В седьмом классе уже трудно найти, чтобы она была девственницей. Это говорит официальная статистика. А вот теперь на помощь нам есть те, которые соблюдают это. Притом на сто процентов. А кто это? Мусульмане. Я беседовал с муллами, это священники у них. Я спрашивал, какой процент сохранения девственности? Они даже не понимают вопроса. Как? Сто процентов. Ну а если такое бывает? Ему шестнадцать лет. Его с детства это научатся, храни ее. Здесь, когда в Дагестане что-то было не так, он увидел, что с сестренкой поступает не так. Ну грубо. Он рванулся вперед, с четырех класс, что ли, учатся ребенок. Выходил автомат и расстрелял его. Его, конечно, убили сразу. Как они берегут? Это вот мусульманство и возникло. Научить нас жить. Так, как Господь повелевает. Вы только называйтесь христианами, говорят. А у вас ничего христианского нет. Где ваши молитвы? Мы, мусульмане, собираемся ежедневно пять раз на молитву. Да у нас даже потеряешь, и пять раз не соберешь. Отдельно молитву, отдельный день, и тост не соберешь. В субботу вечером. Чем угодно буду заниматься, но в храм не пойду. А почему? Уже это проезженная дорожка. Старшие будут одобрять. Ты видишь, к тебе кто-то приехал или что-то. Почему он не в храме? А потом ищем у Бога милости, помилую от болезни. А болезни-то рождаем мы их сами. Другой до девяносто лет заживет, и никогда не увидишь лежащим. А ты еще до замужница, все валяется, все болячки считает. Чуть что не так, а я к матери уеду. У нас были такие, которые бегали к матерям? Матерей нет, они побежали в другое место. И вот такое было раньше. У Левита была, жила с ним. Что там было, неизвестно. Но она не хотела его терпеть. И ушла к отцу. Проходит время, может быть он письма писал, а может и почты не было. Мы можем только догадываться, но факт тот, что он решил ее заново вернуть сюда. Что из этого получилось? Страшная трагедия. И вот я слюбил. Он уговаривал его. Ночу еще. Ночу еще день. Сидят, выпивают, видимо разговаривают. Он говорит, нет, пора идти. И дорогой они решили ночевать где-то. Нет, говорит. Надо до израильской границы дойти. Там другой народ. А здесь жили мусульмане, может быть, по тем временам. Их и не было, ну примерно. Они не трогали их. Но воззашли на территорию Израиля. Ефрем, это его колено, да, воинственное племя. Что они сделали дальше? Они пришли ночью. И он ее вывел. И они до утра издевались над нею. С одним ужином не хотела. Со всем городом будешь жить. Со всем государством. Ну а дальше известно, что. Может быть, он ее когда-то гладил, ласкал. Ну раз жена, там, наложился. Любил. Теперь он берет нож и начинает ее резать. Я мысленно представляю. Рука это одно отрезала, вторая рука. Ему надо 12 частей из нее сделать. И он сидит и разделывает. И обычно сейчас убьют. И прячут труп, разделывают. И выбрасывают. У него своя мысль была. Она мертвая. Ногу отрезал. И ноги можно под коленом здесь перерезать. Еще получится две. Но сделал 12 частей. И послал во всех комсистов Израиля. Вы знаете историю, чем кончилось? Какая была война? Речь шла о десятках тысяч убитых. Весь Израиль поднялся и стремить проклятое семя. Еще жоп не хватало. И мы знаем, что с ними было. 400 мужей только осталось. И они убежали в пещеру и сидели там. Немец нет. Никто с такими не будет. Маньяки проклятые. Но это наше племя. Надо думать о них что. И совет дали. Мы заклялись никогда жон не давать этому и премуму. Проклят он, телится упрямая. А вот что сделать. У нас виноградник, у нас на поле они работать будут. Вы в это время придите и украдите каждый по невесте. Сами сказали. А у какого? А племя такое, которое не участвовало. И они украли. Она вышла, песни поедрух хватает. Какой он? Безглазый, хромой. Тут никакой есть. Утащили, стали жить, пошла дальше природа. Вот что значит извлечь опыт. Не уходите от мужей. А как если невенчанная? Невенчанная раньше считались муж и жена. Но церковь постановила так и все. Без венчания блуд. Наши родители не венчаны были. Мы в блуде родились. Но они верны были друг другу. Церковь поставила этот предел. Венчание. Кто-то обращается, даже из баптистов сейчас приходят. Их по-своему венчали. Православная церковь снова будет венчать. Почему? Великое благословение преподается. Они считаются муж и жена. Но церковное благословение превыше всего. Вот вам первая проповедь. Увещевайте тех, которые думают что-то взять. А это что? Сломить мужа. Он будет делать теперь по одной ниточке ходить. Я сделала так. А вот он попробует теперь. Я опять знаю эту дорогу. К мамке, к папке поеду. Не будет этого. Перехватчики на дороге уже сидят с ножами. Не муж тебя будет резать, а другие. Извлеките Писание. Из прочих библиотек. Теперь из Писания извлеките нужный пример на данный конкретный случай. Апостол Павел говорит, исследуйте. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. 1 Тимопеев 4,16. Говорит, когда еще Нового Завета не было. Уже Евангелие было. А о чем он говорит? Вот они примеры. Притом, когда он говорит об этом. 1 Коринфянам 10, глава 6, 11 стихи. Он прямо обращается к ветхозаветным дурным примерам. Из них надо извлекать очень полезное. Ну кто думал, один раз укололся. А теперь наркоман из дома все тащит. Родителей не признает. А теперь ему открою и посмотри. В Ветхом Завете это было. Он научился пить. Родители ничего не могут сделать. Они обязаны пойти к начальникам города. Сегодня нет этого, но урок остался. Вспоминайте жену Лотова. Их нет, лотовых жен. Иисус сказал, вспоминайте, не забывайте. Назад оборачиваться. Назад не вернешься. Вспоминайте. И что мы видим здесь? Какая картина? Чем занимаются? Какие последствия? Нет такого момента в нашей жизни, на который бы Ветхозаветие как-то не коснулось. Измена Богу, предательство. Люди будут самолюбивы, горды, походливы на злое, непослушны родителям. И родители обязаны выйти и сказать, что совет заявить. Сын мод и пьяница. Из дома все тащит. И суд был очень короткий. Допрашивают соседей, кто все так, каждый день ночует, где попало. Вывести к воротам города и побить. Суд закончился. Вот теперь школа будет приводить учеников и показывать. Вы видели? Это видели? Какие ваши ученики растут? Вот вы будете лежать под этим. Мы где находимся? В пустынном месте. На нас внешнее влияние не сильно оказывает мир. Я уж некоторые примеры говорю только. Говорил вам, как пасут скотину-то. Жестокосердные. То, что мы делаем, жгли. Никого не нашли. Да мы и не искали никого. Каждый прикрыл свое детище. А они в школе учились здесь. Учителя их этому не учили. Оставили прицеп с пшеницы. Они туда заскакивают и пшеницу разбрасывают по всем сторонам. Было? Пшеницу разбрасывают, которую привезли с поля. А ты сеял ее? Ты благословлял ее? Это обернуты как отдельные примеры. Вам есть о чем грустить и скорбеть. Приучи ее сразу к послушанию. Златоуз говорит, вышла замуж, превратись в камень. Учить жене, не позволяя не ласковать над мужем, но быть безмолвием. Запомни, заучи. Вся Библия тебе в этом будет. Учить жене не позволяя. Все кончилось. Что мне везде все она подсказывает, все знает. Не властвовать над мужем. А по-твоему, если желаешь, что по-твоему было, ты властвуешь? Но быть безмолвием, что и закон повелевает. Выучи этот стих наизусть. Запиши его. Обвяжи голову себе им. Учить жене не позволяя. И Павел говорит, тебе не страшно? Не властвовать над мужем. Не смотри, что у него меньше классов или чего-то. Заботься о Божьем. Это первое. Добудет Богу слава, когда мы будем вникать Слово Божие в Святую Библию и извлекать нужные уроки. Это одна маленькая проповедь. Вторая. Добудет Богу слава.